Спасибо за возможность рассказать о том, что меня волнует, и благодарю вас за то, что вы пришли послушать. Я надеюсь, что у нас будет возможность еще обсудить это в конце, поэтому если у вас будут вопросы, замечания, предложения, пожалуйста, пишите их в чат или в конце обсудим узно. Значит, я что хотел сказать, что тема звучит как музеификация городского пространства, формы, механизмы и эффекты. И я с самого начала хотел предупредить, что речь пойдет о музеификации не в узком смысле слова. Есть музейное понимание музеификации как такого специального направления музейной деятельности, заключающегося в преобразовании объектов, историко-культурных или природных объектов, в объекты музейного показа. Вот я буду говорить не об этом узком значении музеификации, а музеификации в более широком смысле, как практике, позволяющей переосмыслить объекты городского пространства в качестве тех, которые имеют особую культурную ценность. Я сегодня хотел поделиться с вами своими наблюдениями над тем, как вот это происходит, опираясь на примеры из своего полевого опыта. Это будут примеры из разных городов. Мне хотелось, чтобы было большое разнообразие, чтобы было много разных примеров из разных мест, но, к сожалению, время ограничено, поэтому большей частью речь пойдет о Москве, хотя не только. Одним из таких модельных для меня базовых кейсов является московское зарядье, которое на протяжении нескольких лет было объектом моего исследовательского внимания. Поэтому здесь есть большой материал, к которому я буду обращаться. Я напомню, что сейчас, кстати говоря, уже не надо напоминать, где находится зарядье, в отличие от десятилетней давности, теперь все знают, потому что про этот парк все слышали, по-видимому. Но я все равно скажу, что это небольшой район Москвы, находящийся недалеко от Кремля, к востоку от Васильевского спуска, между улицей Варварка и Москвой рекой. Сейчас на этом месте находится знаменитый парк. До этого, вплоть до середины 20-го века, а точнее до середины 60-х годов, зарядье оставалось жилым районом. В 60-е годы там построили гостиницу «Россия», и в начале 2000-х, в середине 2000-х ее снесли, после чего там был долго-долго пустырь, а теперь вот этот самый парк. Так вот, начать сегодняшний разговор я хотел бы вот с этой фотографией. «Видно ли вам ее?» Ну, надеюсь, что молчание – знак согласия. Если не видно, тогда как-то просигнализируйте. Видно, мы пишем в чат. Отлично, хорошо, спасибо. Это не просто, так сказать, реверанс в сторону организатора, вот эта фотография. Это напоминание о том, что зарядье с 19-го века имело такую репутацию еврейского квартала. И, строго говоря, вот эта фотография – это не совсем зарядье, это территория между храмом Василия Блаженного и Москвой-рекой, зарядье чуть восточнее. Но, тем не менее, когда говорят о заряде, как о еврейском квартале в Москве, всегда показывают вот эту вот фотографию. Еврейскость – это лишь одна из составляющих образа этого района, как специфического непрестижного района с узкими улочками, плотной застройкой, тесными домами, мелкой торговлей и мелкими ремесленниками. В конце 19-го и в начале 20-го века сложился вот этот самый образ неприглядного темного тесного квартала с очень плотной застройкой, населенного представителями социального дна. В путеводителях того времени об этом говорилось таким образом. Зарядье, будучи расположено на неровной отлогости горы, представляет что-то такое, похожее еще на древность. Домы стеснены, и хотя есть новые, но ни один, кроме так называемого Глебовского подворья, собственно, где находились еврейские молельни, не отличается хорошей архитектурой. Улицы узкие и почти всегда, невзирая на мостовую, грязные. Другой путеводитель 1915 года говорит, что Зарядье – это по-своему задний двор богатого Китай-города. Это мир мелких ремесленников и мелочной торговли, мир грязных харчевин, мрачных мастерских, извозчичьих квартир и съестных лавок. В начале 20 века, в первой половине 20 века, когда Зарядье еще оставалось жилым, в значительной степени оно соответствовало этому образу. Вот так оно выглядело в 30-е годы, это вид с высоты птичьего полета. И вот его некоторые фотографии разных уголков Зарядья. Как я говорил, в середине 20 века здесь произошли существенные перемены. Большую часть района снесли в несколько этапов. А в 60-е годы здесь построили гостиницу «Россия», оставив небольшую часть построек вдоль улицы Разина, их отреставрировали, а жителей выселили. Эти преобразования довольно радикально поменяли облик района. И эти изменения отмечаются бывшими жителями. Мы встречались с жителями этого района, ходили с ними по вот этому обновленному Зарядью и расспрашивали их об их жизни здесь до этого преобразования и о том, что они видят. Скажите, а колокольня вот так выглядела? Она была совершенно обшарпанная. Вот я на нее сейчас посмотрел и думаю, такая она большая, красивая. А тогда какое-то было обшарпанное здание. Даже не приходило в голову, скажу вам честно, что это колокольня. А что было в церкви, которая вот Анны что в углу? Ой, не знаю, ничего, по-моему, там не было. Я ее увидел только тогда, когда ее отремонтировали и построили гостиницу «Россия». Я и о ее существовании не знал. Вот это неожиданное обнаружение церкви после постройки гостиницы исключительно точно описывает произошедшие изменения. Во время этого масштабного преобразования произошло своего рода проявление этих памятников. То, что раньше было скрыто, теперь стало явно. То, что раньше сливалось с окружением и не выделялось глазом, теперь было акцентировано. Вот виды памятников на фоне этой самой гостиницы «Россия». И вот несколько фотографий, иллюстрирующих процесс этого изменения. Это старые фотографии либо из архивной хроники, либо из документальных фильмов, либо это фото из архива. Самый наглядный пример вот этого преобразования – это палаты старого английского двора, которые вплоть до 60-х годов были скрыты в составе более позднего строения. Вот так они выглядели. Это вид с юга-запада. Понятно, что узнать в этой постройке какую-то древность было невозможно. Они были выявлены Петром Барановским в 56-м году, и в результате реставрации в начале 70-х годов зарядье обогатилось ценным памятником средневекового гражданского зодчества. Вот так они стали выглядеть после реставрации. Надо заметить, что вообще-то вот эта история преобразования, реставрации палат английского двора не так уж уникальна, а для зарядья, наоборот, довольно типична. Аналогичную трансформацию в 60-е годы довелось пережить и игуменским кельям Знаменского монастыря, а веком раньше и палатам бояр Романовых. Однако именно судьба английского двора порождает ряд высказываний, весьма точно отражающих процесс вот этой визуальной трансформации района. Так местные жители, незнакомые с историей обнаружения и восстановления палат, сегодня воспринимают их не иначе, как новоделы. Когда у них спрашиваешь, как выглядел английский двор, они говорят, а его не было вообще. Я же говорю, что на его месте был дом жилой. Прямо вплотную к ограде вот этого крыльца стоял огромный шестиэтажный жилой дом. А как он потом появился, английский двор? А его просто-напросто построили по чертежам. Вот это вид английского двора уже в наше время, вот реставрированном таком виде. Надо подчеркнуть, что изменился не только внешний вид зданий, но и вообще сама структура воспринимаемого пространства. Здесь непрерывность сменилась дискретностью. Вместо трудно расчленимого множества однообразных построек, появился целый ряд визуально артикулированных объектов. Раньше это была все одна сплошная масса, теперь это несколько хорошо видных, заметных зданий. Раньше памятники сливались с окружающей средой и были практически неразличимы, а теперь их нельзя не заметить. Обращаясь к понятиям события и фона, как характеристикам визуальной картины пространства, можно заметить, что если раньше зарядье отличалось недостатком визуальных событий и, следовательно, преобладающей фоновостью, если не абсолютной, то с 70-х годов оно, наоборот, стало примером такой тотальной событийности, визуально насыщенным местом. Все эти памятники, еще раз говорю, визуально артикулированы. Они внятны, понятны, видны, и их невозможно не заметить, в отличие от того, что было полвека назад. Об этом радикальном изменении статуса этого пространства свидетельствуют также вывески и надписи на домах. Если мы посмотрим фотографии района до преобразования, большинство надписей обозначают располагавшиеся здесь учреждения. Почта, телефон, телеграф, детская библиотека-читальня, третья типография государственного военного издательства, 27-е отделение милиции. Вот такие вывески мы сможем прочитать. Дом управления номер 50, парикмахерская, магазин овощи, фрукты и прочее. То есть те вывески, которые характерны именно для жилого пространства. Есть надписи на стенах, типа Юрка-дурак или там Лева плюс Лена равно любой. Это в первую очередь жилое пространство, основой которого является двор, где размещаются многие важные заведения и концентрируются основные повседневные практики. Вот на этой фотографии мы видим, что школа во дворе, что уборная тоже во дворе, тут же номер дома и остальные надписи, которые считаются с трудом. Если мы посмотрим на то, какие надписи появились в этом пространстве после преобразования, мы увидим, что картина совсем другая. Теперь это в основном музейные вывески. Это либо доски, обозначающие, что здание является историко-архитектурным памятником и указывающие на название и датировку, либо разнообразные музейные тексты, вот вроде этого или вот этого, то есть щиты, указатели, информационные материалы, сообщающие о том, что к какому музею относится данное здание. Они все недвусмысленно указывают на то, что теперь это место предполагает совсем иной способ использования. Это уже не жилой квартал, а заповедная туристическая зона. В Заряде в 73-м году было включено в заповедную зону Китай-город, что еще больше способствовало музеификации этого пространства. В 70-е годы уже за ним устойчиво закрепляются выражения «Музей-заповедник под открытым небом» и «Энциклопедия архитектуры». Редкий текст о Заряде теперь обходится без этой характеристики. Можно наугад взять любой путеводитель, и там обязательно будет сказано, что это заповедное пространство, музей-заповедник под открытым небом. Район, где расположены одни памятники и нет ни одного жилого дома, становится таким образцом заповедной зоны. Показательно, что именно его вид помещен на обложку книги «Москва-заповедная», и он же появляется и на других изданиях. Вот мы видим папку для рисования с изображением английского двора, ну и путеводитель по Заряде. Заряде становится популярным объектом визуального внимания и изображения. Это место, на которое принято смотреть теперь, которым принято любоваться, и которое подтверждает свой музейный статус наличием большого количества памятников и надписей, сообщающих об этих памятниках. Парадоксальным, но закономерным свидетельством такого статуса, музейного статуса Заряде, являются вот эти вот вывески типа «это не музей на служебных корпусах Знаменского монастыря». То есть в заповедной зоне немузейному объекту требуется специально заявлять о своем исключительном статусе, потому что кажется, что здесь все, что здесь находится, является музеем. Надо подчеркнуть, что превращение жилого квартала в музейный сопровождается изменением семиотического статуса. Это, на мой взгляд, важное понятие. Семиотический статус, которое было описано Альбертом Байбурином, применительно к русскому традиционному жилищу, кажется, впервые в 1981 году. Он говорит о том, что каждый предмет имеет в себе знаковую и утилитарную составляющую, и их соотношение этих двух элементов определяет семиотический статус объекта. Так вот, в музейном пространстве этот статус заметно повышается. Практическая значимость музейного предмета приближается к нулю, а знаковая становится максимальной. То есть музейный предмет, он почти целиком знак, почти абсолютно знак. Церкви и палаты зарядья для большинства пользователей этого пространства являются таким образом не культовыми или жилыми постройками, а музейными экспонатами. Преимущественно. Не абсолютно, но преимущественно. В городском пространстве, надо сказать, все-таки вот таких чистых случаев, когда здание или место целиком и однозначно становится знаком, крайне мало. Разве что это может быть отнесено к созданию музеев под открытым небом в собственном смысле слова. Самый очевидный пример, хорошо нам знакомый, это музеи деревянного зодчества. А если говорить про городское пространство, то это разные музейные кварталы или участки улиц, которые мы можем наблюдать в разных городах. Теперь их довольно много. И в Свияжске, и в Изборске, и в Иркутске. Или это случаи, когда отдельное здание куда-то выгружается, такая вот отдельная реконструкция, изначально предназначенная для музейного использования. Как правило же, музеификация осуществляется иначе. Посредством не замены одного значения на другое, не радикального преобразования жилого места в нежилое место, а посредством добавления нового музейного значения тому или иному объекту. Это добавление может происходить по-разному. С помощью популярных и простых средств, вроде, например, табличек на домах, вроде QR-кодов или стенда со справкой. Сюда же можно отнести такие элементы городской среды, как таблички последнего адреса или знаменитые берлинские камни преткновения. Наконец, памятники. Словом, любые элементы, которые каким-то образом указывают на дополнительное, экстраутилитарное значение того или иного места или того или иного здания, того или иного объекта, они как бы открывают сокровенное. Они показывают нам еще одну грань этого объекта. Они говорят, что это не просто дом, а это памятник архитектуры или это дом, в котором жил какой-то знаменитый человек и так далее. Как бы то ни было, получается, что у того или иного места или здания могут быть как бы два регистра – обыденный регистр и вот такой музейный. И здесь я хочу обратиться к другому примеру. Покинем Москву и отправимся на север Пермского края, в город Чердень. Чердень – это довольно удаленный от Перми город, там 300 километров на север. Чердень – это культурный административный центр одноименного района Черденского, который с начала 2000-х годов является объектом такого устойчивого туристического интереса, главным образом историко-культурного характера. Но не только. Конечно, туда едут и на рыбалку, и на охоту, и за гребаль. Представление о Чердене как об историческом месте довольно традиционно и восходит, по крайней мере, к XIX веку. В 70-м году городу был присвоен официальный статус исторического, благодаря которому в центральной части удалось сохранить старую планировку и застройку отчасти. В последние годы этот образ получил новое развитие, несмотря на то, что со статусом исторического города произошли изменения. Непосредственным образом это развитие отразилось на городском пространстве, подвергшемуся целенаправленным преобразованиям. Вот несколько фотографий Чердене, чтобы вы себе представляли примерно это пространство. Что, собственно говоря, здесь происходит с 2000-х годов? Во-первых, это реставрация. Реставрируются старые здания или реконструируются. Не просто реставрация, а реконструкция, то есть возведение, восстановление с нуля. Вот, в частности, Покровская часовня. Во-вторых, вот эти самые таблички на домах. Все старые дома, памятники регионального значения, все обозначены вот такими вот табличками. Кроме того, значимым преобразованием стало возвращение старых названий улиц. Параллельно с новыми названиями указаны и старые названия. И, наконец, в 2011 году в Чердене появились вот такие стойки с двусторонними стендами. Понятно, что они не просто улицы. Понятно, что эти стенды не просто сообщают информацию, а обозначают узловые точки в пространстве города и фиксируют их значение. Среди этих точек уже существующие и хорошо известные Троицкий холм и Вятский холм, храм Иоанна Богослова, но также и новый поклонный крест на условном месте крещения черденцев в 1462 году, и верстовой столб, и черденская застава, и некоторые другие. Разумеется, появление этих объектов тоже не случайно. Они фиксируют значимые составляющие этого образа чердене, как колыбелье православия на Урале и как пограничного города, как ворот в Сибирь. Одно из легендарных мест – это Троицкий холм. Это сердце города, место первого черденского Кремля. Вот эта фотография – это вид с черденского Кремля за реку Холм, на которой стоит черден. И вдалеке мы видим гору под названием Палют, которая замыкает эту панораму, этот вид. Она расположена в 30 километрах к востоку от города, но несмотря на то, что она так далеко, она тем не менее является важным элементом городского ландшафта и одним из символов города. Вид на Палют открывается с разных мест города. Это популярное место, место паломничества как для туристов, так и для местных жителей. Сюда возят гостей и водят в походы школьников. Наконец, по тому, насколько хорошо виден Палют, в чердене определяют погоду. И главное, с ним связано несколько легенд о богатыре Палюде, защитнике чердена. На самой горе главной достопримечательностью является след богатыря Палюда, которому традиционно примеряются туристы. Так вот, на Троицком холме также установили стенд с двумя текстами. С одной стороны, сведения о черденском Кремле, а с другой, одна из легенд о Палюде в изложении местной писательницы Светланы Володой. Однако, самое интересное сообщается не в самой этой легенде, а после нее. Говорится следующее, что чудесным образом Палюдов след появился и на Троицкой горе. Отныне всякий черденец или гость и заезжий может силой Палюдовой набраться, если станет своей ногой в его след. Непосредственно около информационного стенда находится копье Палюда и инструкция, что надо делать, и вот этот самый новый искусственный след богатыря. Ну и понятное дело, что эта инструкция внимательно изучается и исполняется туристами. Я хочу обратить внимание вот на какой момент. Подобно тому, как музей, особенно краеведческий районный музей, аккумулирует в себе вещи из других мест района, также и чердень сегодня становится таким центром, который буквально вбирает в себя различные объекты из окружающего пространства. Непосредственно напротив этой композиции с Палюдовым следом стоит церковь Ильи Пророка, перевезенная сюда из села Бигичи и тоже частично реконструированная, частично отреставрированная. Сюда же на Троицкий холм планировалось перевезти несколько старых домов из брошенных деревень. В Черденье же до недавних пор хранилась одна из главных святынь этого края, цепи мученика Михаила Романова, погибшего в селе Ныру в XVII веке. Таким образом, происходила такая концентрация достопримечательностей в пространстве города. Чердень аккумулировала в себе значимые объекты со всей округи. Важно отметить, что все они, попадая в Чердень, оказываются в музейном пространстве. И так или иначе превращаются в экспонаты. Реконструируемое здание церкви не использовалось и не используется как храм. И, конечно, в домах, которых планировалось перевезти на Троицкий холм, жить тоже никто не собирался. В этом новом пространстве все эти объекты меняют свой семиотический статус и выступают исключительно как знаки. Более того, что-то подобное происходит и с местными объектами. Они также стремятся стать экспонатами, памятниками и знаками. Например, вот фонтан на центральной площади, он не просто фонтан, а он оформляется как некий памятник, который отсылает с помощью вот этих плашек вставных сразу к двум важным датам. Присоединение чердани к московскому государству и к 400-летию празднования, 400-летию династии Романовых, прошу прощения. Еще один выразительный пример в связи с этим – это черданские храмы. Чердань традиционно считается истоком и столицей уральского православия. Здесь до революции было семь церквей на шесть тысяч жителей и активная религиозная жизнь. Сегодня церковь тоже занимает важное место в образе города. Отреставрированные здания видны с разных точек города. И это несомненные доминанты городского ландшафта. Они изображаются на разной сувенирной продукции и кажется, что нет такого черданского сувенира, где бы не было церкви. Между тем, сегодня религиозная жизнь в городе довольно слабая. Активный приход составляет около 50 человек. Это примерно 1%. Поэтому восприятие храмов как сакральных объектов в большей мере присуще паломникам, нежели местным жителям. Для последних это прежде всего памятники истории архитектуры, скорее культурные, чем культовые объекты. А в здании одной из церквей с 2000 года просто располагается популярный музей истории Веры. Вот такое восприятие церкви, храма, как прежде всего культурного, исторического, а не культового объекта, присутствует и в Москве. По крайней мере, в той ее части, которая сосредоточена в центре, в центральной исторической части города. Как-то мы проводили опрос с коллегами. И вот судя по результатам этого опроса, его результаты указывают на такую визуальную конвенцию, в соответствии с которой храм в пространстве городского центра воспринимается прежде всего как элемент исторического ландшафта. То есть церковные постройки, особенно если они расположены компактно и концентрированно, для большинства людей свидетельствуют о прошлом, об историчности, о древности места, точно не в меньшей, а то и в большей степени, чем о его религиозности. И интересно понять, насколько это верно применительно не к туристическому центру, а к другим районам. И еще интересно посмотреть на это в динамике, потому что вот то, о чем я говорю, это данные примерно семилетней давности. А с тех пор в Москве идет довольно интенсивное церковное строительство, что теоретически могло бы эту конвенцию изменить. С другой стороны, любопытно, что те новые храмы, которые сейчас строятся в спальных районах, они все возводятся в едином стиле, воспроизводящем средневековую архитектуру. Поэтому вообще это отдельный любопытный сюжет. Любопытно посмотреть, как вот это воспроизводящееся прошлое сегодня воспринимается людьми. Как бы то ни было, что в Москве, что в Чердине городское пространство имеет два разных регистра – утилитарный и знакный. Но это, в общем-то, более-менее очевидно. Важнее, на мой взгляд, другое. Важнее то, что вот эти два регистра являются характеристиками не объекта, а субъекта. Это не столько регистры существования объекта, сколько режимы видения субъекта. Это не дом или место превращаются в памятник и музей, а потом обратно. А это мы видим в них то одно, то другое, переключая свой взгляд с одного режима на другой. А переключателями служат вот эти самые QR-коды, таблички и стенды. Отдельный вопрос, насколько хорошо они работают, какие они из них лучше, какие хуже и для какой аудитории. Во всяком случае, кажется очевидным, что более эффективны такие переключатели, которые можно было бы назвать дискурсивными. Я имею в виду экскурсии, в том числе аудиоэкскурсии, всякие проявительские лекции, занятия, разного рода просветительские квесты, вроде Run City и игры, городские игры, игры в пространстве города. Все эти формы городского досуга работают как определенные фреймы, в которых актуализируется вот эта альтернативная музейная, краеведческая или туристическая оптика восприятия города. Отличная вот оптики жителей. Это различие фиксируется самими жителями, которые в силу каких-то обстоятельств оказываются в иной социальной роли. Ну вот, например, вернемся в Чердень. Здесь еще некоторое время назад, на протяжении нескольких лет, проходила игра «Чердень. Город открытий». Это такая командная игра, цель которой в том, чтобы пройти маршрут по городу и выполнить ряд заданий на внимание и знание местной истории. Она пользуется большой популярностью именно у местных жителей, которые составляют в Чердене именно около 90% участников. Они отзываются, они с большим энтузиазмом. Говорят буквально следующее. Очень интересная, кстати, игра эта. Нам так понравилось. Мы вот входим мимо этого здания. Никогда не обращали внимания, что вон там что-то может быть какая-то эмблема. Вот на этой школе. Да, там было ремесрное училище. Там вот такая эмблема, да, два молока. Я никогда не обращал внимания. А тут вот надо это на кресте, вот церкви действующей, да, увидеть, сколько там ангелов. И вот мы подошли, разглядывали эти, да, и увидели. Никогда не видели, но увидели двух ангелов на этом кресте. Вот видите, тоже так интересно. Короче говоря, беря в руки маршрутный лист, вот выдаваемый в этой игре, и отправляясь на дистанцию, жители усваивают иную оптику, которая позволяет им посмотреть на знакомые места и дома другими глазами и увидеть прежде невиданное. Не просто магазины, библиотеку или больницы, а музейные экспонаты с табличками. Как сказал один из организаторов игры, вы ходите тут, смотрите на вашу червину, как будто бы ее не видят. Логика музейного пространства и принятые в нем практики превращают местных жителей, превращают местных жителей в туристов. В самом деле участники игры воспроизводят именно туристический паттерн. Они берут в руки карты, когда, скажите местному жителю, жителю малого города понадобится карта города, чтобы по ним ходить. И это не просто карты, а карты с отмеченными на них объектами, и ходят по этим картам, посещая и осматривая эти объекты в предписанной последовательности. И дело не во внешнем копировании практики, а в усвоении, именно в усвоении иной оптики. Ровно то же самое происходит и в Москве с теми жителями, которые, например, входят на экскурсии по своему району. Вот обсуждение в сети фотоотчета об экскурсии по одному из московских районов Лефорта. Всю жизнь хожу мимо сфотографированных построек. Забавные ощущения. Почему забавные? Потому что, когда с рождения видишь одни и те же здания, то глаз замыливается, и даже изменения в районе проходят плавно. А так, как будто со стороны смотришь. И знакомые вроде очертания, но впечатления иные. А, понятно, у самого те же ощущения. Вроде все места родные, и здания знакомые, но взгляд на них другой. Обратим внимание на обилие лексики, связанной с концептом зрения. Глаз замыливается, взгляд другой. Или, как в предыдущей цитате, там просто, по-моему, почти все глаголы связаны с этим концептом. Смотрите, любуйтесь, видите, подошли, разглядывали, увидели, никогда не видели, увидели. В общем, мне представляется, что это не случайно, конечно. По-моему, именно здесь проходит граница между одним и другим способом восприятия городского пространства. В свое время мне довелось сопоставлять две группы текста. Сетевые обсуждения на любительских краеведческих форумах фотографий старого зарядия и воспоминаний бывших жителей этого района. То есть я смотрел, как говорят о заряде блогеры, обсуждающие его в интернете, и как говорят про него, в том числе комментируют те же самые фотографии, его бывшие жители. И вот в ходе этого сопоставления выявилось несколько весьма существенных различий. И одно из них связано было именно с визуальностью. Дело в том, что визуальное восприятие, то есть осмотр, разглядывание, глазение остается главным способом восприятия как раз для виртуального туриста. Для жителей же, собственно, смотрение вторично по отношению к активной деятельности. Игровой, хозяйственной, производственной и так далее. Иными словами, одни ходят по заряде специально, чтобы его рассматривать, а другие чаще всего оказываются здесь для того, чтобы играть. Потому что, ну понятно, что большинство информантов в заряде провели детство. Как они говорят, ну мы же ходили сюда не смотреть, не старую церковь посмотреть. Они ссылаются на то, что были маленькими и глупыми, что были всякие повседневные заботы. И этим объясняют то, что они не обращали внимания, проходили мимо и не интересовались окружающим пространством. Поэтому, как ни удивительно, но им сегодня хочется увидеть, как выглядела заряде. Потому что детский ум, как они говорят, это не воспринял до конца. Во многом вот этим невниманием объясняются сложности с идентификацией памятников, которые сегодня испытывают информанты. Показываешь им фотографию того места, в котором они жили, а они не узнают. Их комментарии при просмотре фотографии или во время прогулки по заряде зачастую содержат очень большие сомнения. Они долго сомневаются, рассматривают и до конца не уверены. Они к собственному удивлению иногда не помнят, что находилось рядом с их домом. Они говорят, вот представляете, столько лет прокататься на горке и не помню, что было справа. Фрагментарность и лаконичность вот этих визуальных впечатлений, да, бывших жителей, резко контрастируют с глубокой осведомленностью нынешних любителей и исследователей заряда. Последние вот эти самые блогеры-краеведы, они умеют, в общем, они обладают визуальной сноровкой невероятной. Они могут по мельчайшим деталям установить местоположение какого-то дома, его датировку, его стилевую принадлежность. Не только дома, но и любого фрагмента городского ландшафта. И эта визуальная сноровка, конечно, противостоит редуцированности визуального опыта бывших жителей, которые с трудом узнают свой дом, двор, район в каком-то непривычном ракурсе. Важно подчеркнуть, что вот эта ненаблюдательность жителя вовсе не означает его абсолютной слепоты. Просто в отличие от туристического взгляда, который останавливается на зданиях и перспективных видах, обыденный взгляд фокусируется на других объектах. По замечанию Каганова, исследователя архитектуры и городской среды, для обычного пешехода цепочка первых этажей гораздо важнее, чем вид вдоль проспекта. Потому что взгляд этого обычного пешехода перебирает углы домов, открытые и закрытые двери, лесенки, крыльцо, витрины, вывески. Весь этот предметный состав среды начинает оттеснять собственное здание на периферию восприятия. Очевидно, именно поэтому информантам порой бывает трудно назвать точное количество этажей того или иного дома. В разных интервью оно может колебаться от трех до шести. Это удивительно, потому что Зарядье очень небольшой район. И странно, что люди, говоря в общем про одни и те же дома, вот так расходятся в показаниях. Подтверждение этому, вот этой особенности житейского, жительского взгляда, мы можем легко обнаружить в нашем собственном окне. Я, например, к своему удивлению обнаружил, что сам-то я тоже не очень хорошо в состоянии точно описать ближайшие окрестности своего жилища. Например, я не могу с уверенностью определить этажность домов на своей улице, которая вообще-то не очень длинная и включена в мои регулярные маршруты. Точно так же я не помню, на каком доме какой орнамент и чем один дом отличается от другого. То есть я оказался визуально беспомощен относительно тех элементов окружающего пространства, которые для меня не актуальны. Утешает то, что вот эта вот визуальная беспомощность не тотальна, а избирательна. Потому что другие фрагменты окружающей действительности, именно те, которые значимы в контексте моей деятельности, моих практик, они фиксируются мной довольно точно и воспроизводятся вполне уверенно. Я, например, регулярно гуляя здесь с ребенком, не вижу, сколько этажей в доме. Но зато я знаю, где здесь самые опасные места, где неудобный асфальт с выбоинами, где арка, из которой может выйти автомобиль, а где киоск с наклейками, от которого мне нужно ребенка отвлечь. Из этого следует, что при иных условиях в фокус моего внимания попали бы другие вещи, другие бы элементы этого городского пространства. Иначе говоря, ненаблюдательность меня как жителей вовсе не означает моей абсолютной слепоты. Просто это взгляд, направленный на другие вещи. Как пишет тот же Каганов, если для художественного сознания достопримечательны те объекты, которые имеют выразительный внешний вид, то для обыденного сознания те, около которых имеется максимальный набор поведенческих возможностей. А вот чтобы включить это художественное сознание, то есть разглядеть орнамент, определить стиль и время постройки, посчитать этажи, наконец, надо, например, пойти на экскурсию. Или просто посмотреть на ту же самую улицу другими глазами. Вот этот вот опыт переключения регистров, режимов видения, он очень увлекательный. Таким образом, мы можем сказать, что городское пространство не воспринимается как музейное, не только из-за того, что оно не предъявлено в этом качестве, но и из-за того, что на него так не смотрят. В том, что памятники зарядья не опознаются как таковые их обитателями, виноваты, как бы виноваты не только памятники, но и обитатели. И не в том смысле, что обитатели какие-то неправильные. Нет. Мы в свое время обсуждали... Мы сняли фильм по материалам вот этих интервью с бывшими жителями. Этот фильм показывали на разных публичных площадках, обсуждали его со зрителями. Так вот, очень часто зрители, а это, как правило, заинтересованное в наследии, в истории публика, эти зрители осуждали жителей зарядья за то, что они не замечали этих самых драгоценностей, среди которых и в которых они жили. И пытались объяснить эту слепоту, это невидение тем, что, ну, наверное, они недавно только приехали сюда, в Москву. Это какие-то там понаехавшие. Настоящие мастучи, конечно же, бы обратили на это внимание. Конечно же, это объяснение, ну, далеко от истины. Не потому что жители зарядья жили здесь испоконную кухню, потому что этот механизм не работает. То есть их визуальная ограниченность объясняется другим. Дело не в том, что одни люди видят, а другие не видят, а в том, что при определенных условиях включается тот или иной режим зрения. Соответственно, музеификация предполагает не только трансформацию самого пространства, но едва ли не в первую очередь формирование соответствующей оптики, точнее, создание условий и форм для ее актуализации. Подобно тому, как красота в глазах смотрящего, по известному выражению, так и музейность, культурная значимость, наследие в тех же самых глазах смотрящего. Что эти глаза сочтут памятникам, ценностью, экспонатам, то им и будут. Прежде чем дальше пойти, я хотел бы задержаться на одном важном моменте. Вот, смотрите, есть два режима, две оптики, которые определяют, соответственно, знаковый и обыденный или утилитарный образ городского пространства. Возвращаясь к понятию семиотического статуса, я хочу сказать, напомнить, что по мысли Байгурина семиотический статус определяется соотношением знакового и утилитарного компонента к предмете. Иными словами, речь идет не о двух разных или сменяющих друг друга гранях или регистрах, а о разных качествах, сосуществующих в объекте, но проявленных или проявляемых в нем в разной степени. Можно ли сказать это и о городском пространстве? Или нет? Может ли городское пространство одновременно существовать в двух регистрах? Или они взаимоисключающие? Можем ли мы смотреть на место или на здание одновременно разными глазами? Или лучше сказать, сквозь разные линзы? Доступно ли нам такое бифокальное зрение? И если да, то в каких случаях и при каких условиях? Это, мне кажется, предмет для дальнейшего исследования. Вот что нужно, чтобы люди могли кататься на памятнике, продолжая воспринимать его как памятник, а не просто как удобное место для скейта. Как воспринимают окружающее пространство жители Кремля в городе Коломни, который, в отличие от Кремля и в других старых русских городах, остается жилым пространством. Или, например, как это происходит у краеведов, у людей, которые изучают местную локальную историю. В разных полях, в разных местах нам приходилось, мне и коллегам доводилось сталкиваться с тем, что люди, которые изучают местное прошлое, они очень часто используют для ориентации в пространстве и в описании этого пространства элементы его прошлого. Они говорят о тех, не знаю, о реках, заключенных в трубах, которые сейчас уже не видны, и названий которых на современной карте города нет. Они называют здания по именам их бывших владельцев и так далее. Это интересный феномен, интересно понять, насколько вот эта историческая, музейная сторона городского пространства соединяется, сосуществует с повседневностью. Возвращаясь к тому, на чем я остановился. Поскольку красота в глазах смотрящего, рамка музеификации задается объектом, она, понятное дело, может меняться. И в последнее время в Москве, не только в Москве, но в Москве в том числе, кажется, наиболее явно, вот это изменение особенно хорошо заметно. Если раньше речь шла об историко-архитектурных памятках, отдельных зданиях, то теперь и в законодательстве, и в дискурсе грозащитников появились такие понятия, как ценный градоформирующий объект, или как достопримечательное место, как историческая среда. Словом, рамки музеификации расширяются. Возникает, так сказать, средовой подход. Не то, что возникает, а распространение становится обязательным. Расширяются в том числе и хронологически. Недавно защитники города бились за конструктивизм, доказывая, что он обладает достаточной культурной ценностью. А теперь не только собираются делать музей-хрущевки, но и модернизм вполне себе становится легитимным музейным или экскурсионным объектом. Этот процесс не завершился, он идет полным ходом. Музейная ценность обнаруживается все в новых и новых элементах городского пространства. В эту обойму попадают вывески, фонари, лавочки, транспорт, трамваи, троллейбусы, мостовые. Прекрасная статья Дарьи Динки и Николая Руденко про то, как мостовая становится местом памяти. И даже деревья. Вот в последние дни буквально в Москве на Ивановской горке разворачивается целая битва за так называемую Даниловскую аллейку. Это такой проход между Калпачным и Хохловским переулком, который упомянут и в котором происходит действие романа Орлова «Альтист Данилов». Это место именуется среди местных жителей и почитателей Даниловской аллейки. И сейчас оно под угрозой уничтожения, потому что там собираются строить бизнес-центр. И местные жители, и все неравнодушные люди объединяются вокруг защиты этой самой Даниловской аллейки. То есть фактически нескольких тополей. Тополя становится музейным объектом, объектом музейной охраны, музейного внимания и музейного экспонирования. Еще одним примером может служить соседский проект музея «Огни Москвы». Он основан на устных воспоминаниях жителей района, чистых прудов и включает много разных форм работы, в частности, такую уличную выставку. Уличную выставку под названием «Соседи». Несколько лет назад, два года назад, в 2018 году, по району на деревьях, домах и заборах были развешаны вот такие симпатичные щиты, на которых была помещена информация, относящаяся к данному конкретному месту. Это могла быть информация о каких-то выдающихся местных жителях, но главный замысел этой выставки состоял как раз в том, чтобы представить здесь какие-то истории жизни обычного человека, и его обычные занятия. Наш сосед, так озаглавлен каждый такой щит, и дальше идет либо имя этого соседа, если это какой-то известный человек, либо вот описание какой-то практики. Ну, вроде, наш сосед идет за пивом, покупает сладости и так далее, катается на коньках. Таким образом, частные истории, да, все это было развешено, как повторяю, на улицах города и на переулках, и прохожие, просто проходя по улицам, останавливались, рассматривали, и таким образом, частные истории выносились в городское пространство и становились объектами вот такого внимания. Таким образом, теперь повседневность выше противопоставляемая музею, да, мы говорили, что повседневная жизнь, она отлично, и оптика этой самой повседневной жизни отлично от музейной оптики, теперь она сама становится объектом музеификации, как бы поглощается этой музеификацией. Как это происходит? Что происходит с частным опытом повседневной жизни при его перемещении из, так сказать, живого бытования в музейную рамку? В Москве есть несколько таких символически значимых мест, широко известных в узких кругах, которые воспринимаются как такое, воспринимались, как такое воплощение той самой старой Москвы. Вот одним из этих мест до недавних пор было Зарядье. Другим таким местом тоже до недавнего времени был печатник в переулок на Сретенке. Не в последнюю очередь благодаря захватывающей панораме города, которая открывалась с крутого склона в начале переулка. Вот несколько фотографий этого вида, этого дома, этого места. По словам известного краеведа Александра Можаева, знаковое выражение сердца Москвы для многих связывалось именно с этим местом, а точнее со двором дома номер 5, ныне почти разрушенного. По воспоминаниям опытных москвоведов, еще несколько лет назад здесь стояла скамейка, особо располагавшая краеведческим медитацией. Дальше цитирую Можаева. Лучше всего было приходить сюда вечером, когда в доме зажигались окна и отрешенно созерцать, речь идет вот об этом доме, который мы видим перед собой, отрешенно созерцать остановившееся время. Здесь появлялось почти полное ощущение того, что вы перенеслись на полсотни лет назад. Заросшие в юном темно-кирпичные стены, белье на веревках, коляски в Настюш открытом подъезде, а в первом этаже сохранилась одна истинно старомосковская квартира, обращенная окнами как раз на заветную скамейку. Вот там все было настоящим. Желтый абажур на неяркой лампочке, нижные полки до потолка, цветы на подоконнике, бородатый дядька с чайником, постоянно шныряющие в форточку кошки. Когда я прочитал, да, конец цитаты. Вот когда я прочитал этот текст в свое время, я испытал двойственные чувства. С одной стороны, вот это увлекательное занятие, которое метко названо краеведческой медитацией, описано очень точно. В то же время, вот именно подобное восприятие именно этого места оказалось для меня совершенно невозможным. и неожиданным. Очевидно, потому что у меня был иной опыт его освоения. Так совпало, что в упомянутой квартире на первом этаже на протяжении последних тридцати лет жили очень близкие друзья, почти родственники моей жены, ее мамы, а затем и меня, и наших детей. И у нас образ этого места, конечно, совсем другой. Не говоря о том, что жена помнит в подробностях рассказывает, как она еще ребенком не раз ночевала в этом доме у своей подруги, как они лазили через окно, как они играли во дворе, поливали цветы напротив этой скамейки и так далее. И позже мы, конечно, не раз бывали в этом доме и сидели под этим абажуром, и пили чай из этого чайника и так далее. И некоторые книжки из этих книжных полок до сих пор стоят на наших книжных полках. И, конечно, наш образ этого места, во-первых, не отделим от образа этих людей, а во-вторых, очень эмоционален и наполнен разными переживаниями. И эти переживания, очевидно, не такие, как у медитирующего краеведа и других знатоков и поклонников нашего города. Дело не в том, что они сильнее или правильнее, а в том, что они просто качественные мы. И главное отличие, мне кажется, заключается в разной степени типичности и индивидуальности. У медитирующего краеведа все увиденное это воплощение хорошо знакомого и, признаемся, довольно шаблонного образа истинно старомосковской квартиры. А для меня это конкретная квартира с конкретными кошками и конкретными книжками. И это никакая не старая Москва, а это просто дом близких людей, вполне себе современных, живых в то время, где каждый предмет и каждый человек и все вместо в целом не воплощают типичный образ, пусть приятный и дорогой, но имеют свое лицо, индивидуально. Тот же эффект расхождения краеведческого и обыденного взгляда можно наблюдать в том, как по-разному смотрят на фотографии старого зарядия, нынешние ценители этого места и его бывшие жители. В том, что первые воспринимают как типовые сцены московского быта, вторые, то и дело, в этих сценах обнаруживают какие-то индивидуальные элементы. то, что для нас сегодня, например, московская шпана в кепках, как у Маяковского, это цитата из обсуждения, то для них их друзья и соседи. То есть, глядя на эти фотографии, они начинают вспоминать, как кого звали из тех, кто здесь изображен. Замечательная история, я очень люблю, с библиотекой. Когда мы устраивали встречи с бывшими жителями Зарядья, мы подбирали фотографии этого района, а подбирали их в архивах. Вот фотографии из архива Москвы. Мне не удалось найти фотографии библиотеки из Зарядья, хотя там было две библиотеки, но удалось найти просто фотографию библиотеки того времени, детской. И я взял ее наугад и показал ее бывшим жителям. И к моему удивлению оказалось, что я случайно попал пальцем в небо, а вот тетя Нина сказали мне, показывая на библиотеку. Я хочу сказать, что в этом вот курьезном совпадении хорошо проявляется эта разница. Мы с вами видим здесь типичную московскую городскую детскую библиотеку, и только житель может усмотреть в этой типичной библиотеки конкретную тетю Нину. Все это недоступно для музейной или краеведческой оптики, которая настроена на типическое. И не то, чтобы не различает индивидуальное, но она как-то автоматически встраивает это индивидуальное в определенный шаблон. Вот эта типизация, обобщение, на мой взгляд, есть еще один очень важный механизм музеификации частной жизни. Встает вопрос, причем здесь пространство. Вроде бы как анонсировалась музеификация городского пространства. В том-то и дело, что в музейно- краеведческой оптике вся вот эта частная жизнь не существует сама по себе. Она неизменно привязывается к определенному месту. Место, как мы понимаем, центральное и базовое понятие в краеведческом дискурсе. И в этом ракурсе искомый отдельный простой человек предстает лишь в одной ипостаси жителя. Причем не просто жителя, а жителя определенного места. Этим местом может быть дом, двор, улица, район или город, но, как правило, это всегда некая пространственная категория. Категория, задаваемая извне. История жизни и людей и вещей присваивается к конкретному месту, тогда как жизнь человека никогда не исчерпывается, как мы знаем, одним местом. Даже тогда, когда изначально эта локальная рамка задается, человек в разговоре, в воспоминании, в рассказе то и дело выходит за ее пределы и следует не столько месту, сколько сюжетам и поворотам собственной биографии или каким-то другим направляющим, среди которых место лишь одно из многих. мы все время стараемся ухватить и отформатировать эту текучую и ускользающую повседневность, текучую, скользающую жизнь, которая как тесто расползается во все стороны и которую, чтобы ухватить, надо поместить в какую-то форму. Вот локус места является одним из наиболее популярных и востребованных таких форм. И в результате конкретные люди, конкретные Сергей Борисович, Нафтула Кафурович или Сфирь Исааковна предстают или как старожилы свидетели старой Москвы или как таганские или фортовские царицынские местные жители. Они представляют локальное соседское сообщество, но не самих себя. Это все такие типы, типажи, как в известных вот таких открыточных сериях. Еще одной формой репрезентации такого типизированного человека в городском пространстве является силуэт. В сущности, это есть закономерное следствие, вышеописанное вот этой музеифицирующей стратегией. Взгляд сквозь человека на место или на старый город приводит к тому, что человек в этой оптике предстает в виде силуэта. Он отражается как тень на полотне этого города. Мне очень нравится эта метафора. Мне кажется, что она очень точно отражает с одной стороны нашу потребность в человеке и стремление к нему, наше желание увидеть этого самого простого частного человека, а с другой стороны какую-то слепоту и неспособность его разглядеть, постоянное избегание, чтобы не сказать боязнь, или ускользание этого самого человека, стремление вписать его в какие-то рамки и отформатировать. Поэтому они все сливаются в одно обобщенное изображение. Получается такая проекция частных историй и персональных опытов на плоское полотно старого города. Вот эта фотография из музея огни Москвы. Там вообще-то музей посвящен истории московского освещения, но там отдельный уголок отведен вот под вот под эту экспозицию. И она тоже очень показательна. Здесь на стене силуэты очевидно местных жителей, а на столе старая игра, которую здесь же в музее можно купить, как игру, в которую играли советские дети в 50-е годы. Тут же можно поиграть, впрочем, в шахматы и в шашке кажутся. Обезличенные силуэты, воплощающие таких типичных жителей той Москвы, как нельзя лучше подходят для мифологического образа старого города, который любовно и с энтузиазмом создается и культивируется, конечно, не только в Москве, а повсеместно. Недаром этот способ визуальной репрезентации старого города так востребован. Вот это московский пример, а вот это пример из Одессы. Это карантинный спуск, не знаю, в каком сейчас там все состоянии. Это съемка 2016 года. Здесь, как мы видим, очень похожая картина. Те же кошки, те же окошки и даже те же бородатые дядьки вот тут должны появиться. Разве что мальчик со скрипочкой тоже в таком силуэтном исполнении. Вот эта старая Одесса очень похожа на старую Москву, да, вот в этом виде, как думаю и на многие другие старые города. За счет того, что силуэт не имеет индивидуальных черт, он позволяет каждому с ним это же действие, приобщиться тем самым к воссоздаваемой реальности, поиграв в карты или в домино, или в шашки, или в шахматы за тем самым столом в Москве и отразившись на вот этой стене в виде силуэта. Кроме того, силуэт психологически гораздо более комфортен, чем человек, потому что он избавляет зрителя, посетителя, читателя, экскурсанта от необходимости вступать в личный контакт с конкретным человеком, например, формируя свое отношение к нему, потому что вот этот симпатичный дядька с виду может оказаться довольно неприятным каким-нибудь хвостуном, каким-нибудь махровым антисенитом или наоборот сионистом, пьяницей или ханжой, словом, тем, с кем мы почему-нибудь не захотим себя отождествлять и не захотим жить в одном городе или районе или доме, не говоря уже о том, чтобы играть с ним в штандр, лазить по подвалам или доверять ему своего ребенка, как принято это делать среди жителей Старой Москвы в соответствии, ну а также и Старой Одессы и любого другого старого города в соответствии с распространенным мифологическим представлением. Силуэт это такой способ существования частного в музейном пространстве, это такая музеифицированная повседневность, музеифицированная частная жизнь и штука в том, что такая силуэтизация очень правильная выигрышная музейная стратегия, поскольку именно такой образ более всего востребован. Вот такой обобщенный типизированный образ на уровне ощущения, именно на такую типовую образную историю, как кажется, и есть сейчас наибольший запрос, поэтому мне кажется, что у такого способа музеификации городской повседневности, скажем так, большие перспективы в ближайшее время, по крайней мере, вот именно в том, что касается музейной деятельности. Итак, я уже час даже больше говорю, и я хотел на этом завершить, немножко резюмировав. Я пытался донести сегодня, что музеификация городского пространства предполагает не только преобразование объекта, то есть этого самого городского пространства, но и некоторые довольно значимые усилия со стороны субъекта. Во-вторых, решающую роль играет, по-видимому, усвоение вот этой особой оптики, особого музейного взгляда на городское пространство в разных изводах, туристического или краеведческого. И в этом смысле музеификация осуществляется в сознании и смотрящем. Трэдом последнего времени является музеификация повседневности и частной жизни. И она осуществляется за счет ее типизации и фреймирования, привязывания к определенному контексту, как правило, локальному. И, наконец, заметным эффектом или проявлением этой трансформации является силуэтизация, распространенный способ и одновременно принцип репрезентации частного в музейном пространстве. В общем, это все, что я хотел сегодня сказать. Но не то, на чем я хотел бы закончить, потому что я надеюсь на какое-то обсуждение и вопросы. можно посмотреть фильм. Он называется «Важное место или жить в центре». Вопрос про то, можно ли посмотреть фильм, о котором я упоминал, и есть ли текст статьи Дарьи Димки и Николая Руденко. Отвечаю. Фильм посмотреть можно, он есть на Ютьюбе, «Важное место или жить в центре». Текст Дарьи Димки и Николая Руденко есть. Он опубликован в журнале «Этнографическое обозрение». И я готов его прислать или по почте, или через какое-то время, если я смогу сейчас быстро его найти. Я думаю, что смогу. по крайней мере, ссылку пришли. О�, заканчивая мне Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне кажется, что это хороший способ, и он неизбежный, потому что, как я говорил, музейный взгляд основан в значительной степени на визуальности. Для него визуальность очень важна. Визуальность, она неизбежно предполагает эстетические параметры, неизбежно предполагает эстетизацию. Поэтому, мне кажется, что если мы вообще пытаемся что-то представить как музейный экспонат, мы уже автоматически его эстетизируем. И как средство для повышения музейной аттрактивности это тоже, конечно, должно работать. Перспективы музейной аттрактивы, как бы сказать, 10-7 лет назад казались мне гораздо более хорошими, чем сегодня. Последний раз я там был зимой, и ситуация там значительно хуже, прежде всего, из структурных соображений. Потому что там та структура, которая была создана 10 лет назад, я имею в виду учреждение, которое занималось реставрацией и реконструкцией памятников, и его охранный мук Ксикноп, оно приказало долго жить. И сейчас Чердень находится в таком состоянии, что как будто бы много сделано, как будто бы много сделано в пространстве, но как будто бы оно не начало работать. Мне сложно, как бы сказать, компетентно высказаться по поводу перспектив работы этого пространства дальше, потому что для этого, мне кажется, требуется там провести больше времени и провести исследование. Вот сейчас настоящее время. Мое исследование в Чердене не проводилось уже несколько лет. Поэтому о текущих изменениях я знаю скорее понаслышке или вот в результате таких частных визитов коротких. Вот поэтому вот у меня такие соображения. Хороший вопрос насчет того, почему именно тот или иной район вдруг становится объектом музеификации. Почему именно Зарядье стало тем, чем стало, а не какой-нибудь рядом расположенный старый район? Вы знаете, для меня, ну, это можно ответить двояко. Можно сказать, что здесь работает комплекс факторов. Очень важно, чтобы была какая-то инициативная группа. Важно, чтобы было какое-то продвижение и движение в сети сейчас. И это, пожалуй, более важно, более значимо и более эффективно, чем наличие, собственно, материала. То есть даже если сам по себе район не является каким-то особенно привлекательным с точки зрения такого распространенного представления о наследии, об истории, о красоте и еще о чем. Но есть люди, которые готовы это наследие создать, условно говоря, не физически создать, а сконструировать, увидеть наследие в этом самом районе, то у них шансов много. Чем если такой инициативной группы есть, а материал, инициативной группы нет, а материал наоборот есть. А можно ответить иначе непонятно. Так же, как непонятно, что выстрелит завтра. Вот еще позавчера до фонарей никому не было дела. Так же, как страшно сказать, до исторической застройки никому не было дела несколько десятилетий назад. Вчера вдруг стали важны фонари, а после них вдруг стала важна мостовая. Потом лавочки, потом дерево, потом проход какой-нибудь. Непонятно, что будет дальше. Урны, телефонные автоматы, уже почти исчезнувшие. Или, ну вот, трамвай, понятно, троллейбус, понятно. Автобус имеет шансы на то, чтобы стать музейным экспонатом. Вот в том значении, о котором я говорил сегодня или нет. Точно так же непонятно, что выстрелит завтра. Мы знаем, вы знаете наверняка, и мне известны разные примеры вот такого культурного, музейного, краеведческого освоения периферийных районов города. Даже не только тех, которые имеют какие-то следы, культурные следы в своем багаже, да, вроде Беляева, где есть притр. Вот, но и другие места, где, казалось бы, ничего подобного нету и быть не может. Тем не менее, там тоже есть инициативы, которые можно было бы обозначить как музеификацию, как музеифицирующие инициативы. Инициативы, связанные с переосмыслением этого пространства и с привнесением в него новых смыслов. Я работаю с молодежью, и сегодня они очень часто считают, что экскурсия с гидом – это то, что больше не нужно, например, туристу. Молодежь ощущает нужду в экшене и в каких-то новых ощущениях. Красивый вид нужен для видео в ТикТоке или для фото в Инстаграме. Как музеисты реагируют на изменение требований к информации поколения Z или Альфа? Насколько я не музеист, я не музейщик, теперь уже я раньше был музейщиком, теперь нет. И потому что я вижу, как исследователь, как антрополог, как правило, музейщики, конечно, немножко запаздывают. Но в последнее время запаздывают все меньше, потому что все больше они работают в сети, и все разнообразнее становится форма работы. Поэтому вот так мне кажется, что запоздание есть, но оно такое функциональное. А люди видят это наследие чаще всего с экономическим посылом? Нет, чаще всего люди видят как раз наследие не с экономическим, а с романтическим посылом. Они исходят из соображений охранительных, из соображений сохранения того, что им важно. Это такой градозащитный дискурс, дискурс защиты ценности. Экономический взгляд на наследие, он тоже развивается. Есть целый деловой клуб «Наследие и экономика», который активно продвигает этот взгляд. И он, мне кажется, становится все более популярным. Вопрос в том, насколько он структурно отличен, на мой взгляд, не очень. Большое спасибо. Мне очень понравились примеры. Что касается шарфиков для фонарей в Евпатории, вы знаете, я встречал это не в Евпатории. Сейчас не могу вспомнить где, но где-то еще. То есть, если эта практика происходит из Евпатории, значит, она пошла в народ. Насколько важна роль местного сообщества, обычных жителей в музеификации городского пространства? Тут самый главный вопрос, вернее, главное слово – это обычный житель. Вот когда обычный житель вдруг замечает, что он живет среди наследия, вдруг ему становится важно то, что у него в городе пропал троллейбус. Вдруг он понимает, что с этим троллейбусом у него связаны какие-то воспоминания, или, ну, в общем, он за него ценен. Или не троллейбус, или лавочка, или пресловутая мостовая. Он продолжает оставаться обычным жителем или нет? Вот это вопрос. Если мы проводим эту границу здесь, то тогда можно сказать, что обычные жители до поры до времени, пока они остаются обычными жителями, они не очень участвуют в музеификации городского пространства. Они скорее игнорируют это городское пространство как музей. Но, с другой стороны, конечно, доминирующий дискурс сохранения наследия, он предполагает вовлечение местных жителей, активное вовлечение. И он строится как раз на том, чтобы вовлечь в свою партию как можно больше людей, чтобы как можно больше обычных людей, местных жителей раскрыли глаза и увидели окружающее пространство другим взглядом. И в этом смысле, конечно, чем больше народу смотрят на пространство одним образом, тем больше шансов у этого пространства сохраняться именно в этом качестве. Так что тут, смотря что понимать под обычным жителем. Здравствуйте, Кирилл. Предел музейной эстетизации города в нашей стране Петербург. Битвы за небесное гени, за охотой конструкции. Ну, давай, Битвыч. Я не знаю. Не знаю. Это сложный вопрос. Не готов сейчас это обсуждать. Это нужно... Я, видите, не работал в Петербурге, как в поле. Поэтому не очень осведомлен, некомпетентен, говорит, про Петербург. Мне кажется, что пределов музейной эстетизации нет. В Томск, если получится, да, обязательно приеду, возможно, летом. Музификации сложные, травмирующие истории в городском пространстве. Ну, смотрите, судя по тому, что у нас, несмотря ни на что, есть последний адрес, запрос на музейфикацию этой травмирующей истории существует. Судя по тому, что последнему адресу, насколько я знаю, живется не очень, что эта инициатива сталкивается с разными препятствиями, очевидно, что этот запрос не тотален, да, что он невелик, что помимо этого запроса есть и другая позиция. Из того, что я знаю про опыт последнего адреса, низовая инициатива только имеет шансы на реализацию, но гораздо с большей вероятностью она состоится, эта реализация, если у этой низовой инициативы будет еще какая-то поддержка. Ну, это очевидные вещи, мне кажется, что я ничего особенного тут не скажу. Необходимость поддержки, конечно, не является основанием для отказа от низовой инициативы, что я говорю. Деревья около кирхи Петра и Павла в Старосадском переулке тоже одеты в шарфики, да, вот, по всей видимости, связаны с кем-то из местных. Да-да, речь идет о Москве, в Старосадском переулке в Москве. Ну и я озвучу сообщение от руководителя вебинаров Сэфера, что через неделю начинается курс по еврейским музеям СССР. Теперь я обещал приложить файл. Сейчас попробую это сделать. Есть еще запрос, да, на статью Димки Руденко? Да, сейчас тогда подождите секундочку. Спасибо. 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 Продолжение следует... На старых фотографиях берутся из обычных жителей, которые в какой-то момент заинтересовываются там старым городом. Они, конечно, местные жители, ну, как правило, или те, кто интересуется этим самым городом. И это не так уж сложно на самом деле. Это вопрос насмотренности. Если посмотреть примерно там 100-200 фотографий, если посвятить какую-то часть своей жизни, своего времени исследованию какого-нибудь района Ивановской горки или заряди или чего угодно в деталях, то потом вы начнете довольно быстро в этом ориентироваться. А потом, как прекратите этим заниматься, утеряете этот навык. Это вот я по своему опыту говорю. Локальное краеведческое знание очень часто погружено в конкретные детали, поэтому степень его обобщенности и конкретности зависит от установки. Ну, не понял. Борис Евгеньевич, если есть возможность, мы можем обсудить это. Да, вообще-то мы можем обсудить это. Ну, я могу просто пояснить, раз тут разрешают все-таки участвовать. Да, собственно, вопрос был в том, что, ну вот, да, мне кажется, что вот этот сюжет, связанный с восприятием места, да, которое может восприниматься либо конкретно и там оказываться связанным с биографическими какими-то сюжетами, либо вот так обобщенно, да, вот этот сюжет со скамейкой, да, вот этот самый, да, как раз вопрос в том, что для, ну, какого-то внешнего взгляда, да, будь то взгляда, там, условно, исследователя, да, или того же Можаева, да, вот как бы некоторое, ну, или вообще, да, краеведческое знание, ну, то есть, если мы вот читаем текст какого-нибудь краеведа, да, из какого-то русского города, да, и понятно, что он наполнен какими-то деталями, ну, то есть, там упоминаются какие-то фамилии, да, которые, в общем, для нас никакого значения не имеют и ничего нам не говорят. В этом смысле, да, собственно, вот это противопоставление, там, местного жителя или краеведа, да, оно может выглядеть по-другому, если мы посмотрим на это как бы в другой перспективе, да, если мы увидим краеведа как носителя вот этого локального опыта, да, с какой-то внешней точки зрения, там, кого угодно, туриста, значит, там, ученого. Ну, при масштабировании, короче говоря, ситуация меняется, да, получается, что краевед становится местным жителем, да. Да, в общем, вот, собственно, вот это была мысль. Да, я в очередной раз, мы не первый раз встречаемся на разговоре про это, и каждый раз он завершается тем, что Борис Евгеньевич указывает на относительность той схемы, которую я рисую, я каждый раз с ним соглашаюсь. До следующего раза. Да, коллеги, вот я статью прислал, можно ее скачать, читать и наслаждаться. На все ли вопросы я ответил? Кажется, на все. Спасибо вам большое за участие, за вопросы. Я очень рад, если кому-то это срезонировало. И спасибо большое Ирине и Центру Сэфер. Спасибо. Спасибо.